всем привет сегодня я разбираю планировку однокомнатной квартиры в жилом комплексе гаринский так что кому тема интересна погнали смотреть прежде чем начать разбор планировки подпишись на канал нажми колокольчик ну а я начинаю итак перед нами однокомнатная квартира площадью 58 квадратных метров и стоимостью внимание 10 миллионов 950 тысяч рублей это дом от а там стройкомплекса точнее он его достраивал и так перед нами однокомнатная квартира я бы сказал очень интересной формы она уж слишком неправильная вот обратите внимание пожалуйста какая это фигура я даже не знаю как ее обозвать звезда треугольник или что или что это такое но в общем традиционно начиная с прихожей давайте посмотрим что тут нас ждет нас ждет 7 и 6 квадратных метров какого-то такого почти бестолкового пространства почему бестолкового потому что место для шкафа абсолютно нет есть закуток в виде треугольника который абсолютно неудобен для одежды а сам по себе шкаф поставить некуда ну судите сами что такое шкаф это прямоугольник 60 сантиметров глубиной и шириной хотелось бы побольше ну хотя бы метра два как минимум но чтобы туда шубы телогрейки ваши все влезли понимаете а вот здесь то что нарисовано это очень мало это раз и второе в угол всегда не удобно засовывать одежду будет удобно если здесь какой-нибудь штырь палка посередине будет стоять с какими-то гвоздиками на которые мы будем навешивать одежду а здесь мы чем-нибудь там закроем ну или просто вот эту штуковину можно превратить в какую-то кладовку можно ли в другое место поставить шкаф давайте смотреть вот у нас остается стеночка и по идее это самое оно место для шкафа то есть если он был бы утоплен и здесь от двери до стены было ну хотя бы 70 сантиметров тогда бы мы вот в эту нишу шкаф поставили и все было бы идеально но такой истории здесь нет здесь очень мало места поэтому остается закуток куда мы собственно будем запихивать и обувь шапки шарфы и пульта или пальто или пульта как правильно короче куртки идем дальше дальше мы проходим в кухню и это абсолютно темное помещение смотрите сами нету ни одного окна то есть стоит кухонный гарнитур вдоль стены и получается что здесь у нас сразу же ближе ко входу мойка дальше у нас есть варочная поверхность непонятно где холодильник но наверное вот здесь вопрос куда ставить шкаф мы же только что из прихожей вот вроде бы прошли перешли из одного пространства в другое дока его вроде бы и не надо сюда ставить это же кухня уже начинается а раз кухня то где окно в общем странная какая-то история опять же вот в это место шкаф не поставить сюда тоже не поставить потому что места нет ну максимум что только какую-то банкетку ну ладно бог с ним идем дальше кухня получается тоже какой-то пятиугольной формы страны из которой сразу же вход в санузел интересно и даже странно я бы сказал здесь на проходе стоит стол что тоже не совсем верно потому что стол по идее преграждает путь вот смотрите до вход в санузел и вход в спальню непосредственно и вообще мы вот этот стол будем постоянно обходить запинаясь об стулья ну какая-то так себе история я бы сказал друзья здесь надо конечно все переделывать в плане планировки мебель ставить по-другому кухонный гарнитур располагать по-другому потому что вот эта длинная вытянутая линия ну не айс неудобно так готовить плюс еще и темно конечно будет поэтому нужно обязательно будет продумывать искусственное освещение проходим дальше и попадаем в кухню столовую так называемую но стол уже обсудили здесь остается диван напротив видимо телевизор тоже какая-то странная конфигурация абсолютно ну я бы например вот так вот наверное поставил бы скорее всего этот диван телевизор бы вот сюда кресло бы наверное вот сюда но хотя бы тогда можно было бы с дивана смотреть в окно там виды в принципе красивые это 11 этаж я думаю что с 11 этажа там тоже в принципе неплохо виден город потому что вокруг в основном стоят четырех этажки старого образца поля 20 век вот еще знаете с такими черепичными крышами но общем есть куда посмотреть потому что это выше чем собственно дома вот эти вот дальше что мы попадаем спальню спальня опять неправильной формы вот обратите внимание вот когда мы видим комнату вот такой конфигурации со множеством углов каких-то выступов заступов непонятно что это такое это всегда с точки зрения дизайна не хорошо не айс потому что оформлять такие пространства не просто то есть ну как сказать композиция не складывается то есть самое главное оружие дизайнер эта композиция приходите в школу там научу вас работать с композицией и кстати эту историю тоже можно выровнять придется стену ровнять или физически стеной или цветом как-то это выправлять ситуацию но или другими дизайнерскими приемами но оставлять это так нельзя тем более в текущей ситуации когда здесь в этой нише стоит какое-то кресло со столиком но будет такое ощущение что как будто вас наказали вы сидите в этом углу и что там кофе пьете ну как вот ну как вот этот сценарий себе можно в голове предложить предположить то есть вы сидите в углу в какой-то нише далеко от окна что даже посмотреть некуда очень странно ну то есть вот просто вот видимо поставили чтобы поставить тем более что когда мы входим мы проходим через угол шкафа что тоже не есть хорошо на самом деле идем дальше стоит кровать понятное дело хорошо что изголовье не около входа тоже спасибо проходим и здесь у нас сбоку вход в ванную комнату ребята но так тоже делать нельзя всем об этом говорю и вам повторю вот представьте что вы лежите на этой кровати вот вы лежите это там раскинулись и вот здесь вот дверь но во первых когда эта дверь будет открыта вы сразу же видите унитаз ну то есть кровати унитаз ну как-то так себе история в общем так быть не должно второе это звукоизоляция то есть дверь которая между кроватью и ванной комнат той она не равно стена понимаете звукоизоляция будет хуже но и вы понимаете то есть кто-то умывается вода бежит в раковине и вы ее слышите в душе кто-то моется вы слышите как бежит вода кто-то смыл в унитазе и вы слышите как вода утекает и потом набирается то есть совершенно не комфорт понимаете то есть не комфорт не комфорт но что нужно сделать я бы убрал стену между санузлом и ванной и сделал бы одну большую ванную но это же логично раз квартира однокомнатная то понятно что здесь будет проживать один или два человека ну и в принципе им достаточно будет одной большой ванной зачем здесь гордить огород тем более что он некомфортный вот такая вот история но и в целом что можно сказать про эту планировку конечно очень странно что здесь на всю квартиру всего лишь два окна в таких странных местах и понятно что нужно работать с кухней потому что там нету дневного освещения окно очень далеко да плюс еще через балкон то есть это не сразу окно это еще через балкон вытянутая форма то есть это тоже накладывает так сказать некоторую сложность на то чтобы сделать функционально удобно а самое главное еще и красиво понимаете вот поэтому здесь планировкой нужно очень серьезно поработать но сделать можно потому что в принципе 58 квадратных метров для однушки ну хорошая история хорошая поэтому можно можно с этим что-то сделать но если у вас возникнут сложности и затруднения с придумыванием планировки вы всегда знаете куда и кому обратиться но на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ставьте лайк пишите в комментарии что вы думаете по поводу этой планировки и конфигурации всем пока да прибудет с вами муза